Сейчас я вам покажу, как метод Каламни предлагает чистить свои руки после работы, энергетической работы с другими клиентами и лично с собой тоже, чтобы избавиться от несбалансированных вибраций. Для вас, для этого нам потребуется алюминиевый поддон, это может быть такой поддон или более жесткий, форма для выпечки алюминиевая или это старая кастрюля алюминиевая, без разницы что, лишь бы она была алюминиевая. Я использую две в одном, чтобы она была жестче. Можно ее использовать несколько раз, они достаточно дешевые, точно такой же я покупала и в России. Обычная проточная вода комнатной температуры, можете потеплее, просто чтобы вашим рукам было комфортно. И мы наливаем воду. Я это обычно делаю в раковине, но чтобы была красивая картинка, я делаю так на столе. И соль. Любая соль у меня, это соль морская, но чем дешевле, тем лучше. Просто другой у меня сейчас нет. Берем в ладонь, насыпаем большую пригоршню соли. Вот столько. И начинаем растирать эту соль своим рукам, как бы стирая чужую несбалансированную вибрацию со своих рук. Опускаем руки в воду и позволяем раствориться соли. Соленая вода при контакте с алюминием обладает таким свойством, что она может очищать от вибраций. Удивительно, но точно такой же способ, соленая вода и алюминиевая фольга, это позволяет чистить серебро и чистить мельхиор. Так что пользуйтесь заметкой для хозяйки. Мы растворяем всю соль в воде, просто подержим, можем перевернуть руки. Также это позволяет спустить в воду лишнюю вибрацию, лишние энергии, которые, если вы набрали слишком много до такой степени, что это некомфортно, вы можете всегда это спустить в воду, чтобы сбалансировать энергию в себе. И вытираем руки. У меня бумажное полотенце, конечно, можно использовать обычное полотенце. Можно сполоснуть руки чистой водой, чтобы просто они потом не сохли после соленой воды. Вот, собственно, и весь метод, который я вам хотела показать.